В высшем военном руководстве России новые перестановки. Теперь командовать так называемой спецоперацией в Украине будет начальник генштаба вооруженных сил России Герасимов, а бывшего командующего Суровикина назначили его заместителем. В американском институте изучения войны и рокировки в российском Минобороне называют сигналом о расколе среди военно-политического руководства Федерации. Детальные расскажут наши коллеги. Назначение командующим объединенной группировки российских войск в Украине начальника генштаба Герасимова – это реванш классического генералитета, заявил в эфире общенационального телемарафона советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, генералы оттесняют Пригожина и ФСБ от руководства так называемой спецоперацией. Все влияние Путина – это прежде всего сакральность, царская сакральность, которая была ему присуща некоторое время. Они это выстраивали очень долго, что царь не ошибается. Герасимов не просто случайный персонаж. Но вопрос, разбирается ли Герасимов в войне, горячий, стандартный. Сейчас увидим. Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса Президента Украины в эфире общенационального телемарафона. Рокировка в Минобороны РФ, по мнению экспертов, не изменит ситуацию на поле боя, разве что упростит ряд организационных вопросов. Назначение Герасимова командующим вот этой объединенной группировкой позволит гораздо проще решать целый ряд военно-бюрократических вопросов. Полномочия Суровикина в качестве его прежней должности были достаточно ограничены для того, чтобы вести разговоры, переговоры, направлять просьбы, требования и так далее. Суровикина назначили командующим российскими войсками в Украине в октябре 22-го, вскоре после того, как украинская армия деоккупировала Лиман. Назначение генерала, прославившегося своей жестокостью еще в Сирии, вызывало оптимизм у критиков Министерства обороны. Пригожин и Кадыров объявили его настоящим воином и даже легендой. Тактика Суровикина, массированные ракетные удары по мирным украинским городам и гражданской инфраструктуре, атаки беспилотников и забрасывание позиций в ВСУ тысячами мобилизованных россиян успеха не принесла. Громких побед не случилось. Герасимов личность не публичная. Его резко критиковали российские военные за непрофессионализм. Именно его обвинял в поражениях на поле боя, например, создатель незаконной частной военной компании Вагнера Пригожин еще с времен провала на киевском направлении. Недовольны Герасимовым и пропагандисты-блогеры, и так называемые военкоры. Начальнику генерального штаба. Ты пи***й. Ты чё, пи***й. Да мне чем воевать? У нас нет снарядов. Перестановки российского генералитета раскалывают военное руководство, уверены эксперты. Они свидетельствуют лишь о конфликтах в окружении Путина. Герасимов – это член высшего руководства страны, один из 30 членов Совета безопасности России. Это второе лицо в вооруженных силах страны. Совершить такое Пригожин. А кто он такой на самом деле? Кто такой Пригожин? Бизнесмен и руководитель банды наемников обвиняет второе лицо в вооруженных силах. И ему за это ничего нет. Это нонсенс. Такое может быть только в условиях, если этот человек пользуется поддержкой президента. Путин отступил в своем противостоянии, это нужно назвать вещь своими именами, в своем противостоянии с генеральской кликой. Хоть президент страны-агрессора перед тасовками в руководстве демонстративно занял сторону генералов, эксперты не исключают и того, что Герасимова будут держать на должности, чтобы позже обвинить во всех неудачах российской армии. Структурные проблемы в вооруженных силах противника очевидны. Об этом заявили в генеральном штабе ВСУ. Если бы все было в порядке у них, то кадровые изменения с такой чистотой бы не происходили. Последние кадровые изменения свидетельствуют прежде всего о том, что существует необходимость в их рядах соединить систему управления и систему руководства войсками. Назначение Герасимова командующим российскими войсками в Украине может означать и то, что несистемному, но слишком амбициозному Пригожину так и не удалось доказать свою эффективность и победить в подковерной кремлевской борьбе. Впрочем, не исключено, что мы еще не раз увидим перемену мест в ведомстве Шойгу. Как написал в Твиттере советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, «Меняй, не меняй» командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Юлия Безбородько для телеканала Freedom.